В скульптуре с альфа-шестая продолжаем делать кунг-фу панду. Вот такая сфера, стоит симметрия, здесь ставим детализацию где-то на серединку, чтобы полигоны не скакали. Ну и наметить надо сначала голову. Смотрим на персонаж, как вставлять вот этот бэкграунд, опции, находим бэкграунд, нажимаем и находим именно на рабочем столе ту картинку, которую нам надо. И нажимаем открыть. Всё, она подгружается, но вот единственное, что должна она соответствовать вот этому всему окну. Так, окей, погнали. Так, что мы имеем тут? Вот имеем дуги бровные и глаза. Глаза мы делать не будем, поэтому уменьшаем именно кисточку, вот вверху вот этот верхний полозок. Смотрим, чтобы он соответствовал глазным впадинам. И жмём Альт. И немножко вдавливаем. Вот таким образом. Так, немножко детализация ещё побольше. Она сейчас тут подрастёт, как будем лепить. Сетку смотреть, вот, Warframe. Вот такая сетка. Её потом, когда переделываешь, она прикольная, работать с ней словом. Так, клей. Вот это вот клавиша включенная. И граф. И начинаем потихоньку, вот так вот, наращивать дуги. Голова у него, в принципе, круглая. Тут ещё вот фишка в чём, я уже говорил об этом. Что вы когда просто наводите на какой-то участок и жмёте щелчок левой кнопкой мыши, добавляется именно масса на один этот участок. Вот, Shift, левая кнопка мыши также всё это дело выравнивает, выглаживает. Ну и здесь вот немножко уменьшаем вот эту детализацию. И будем работать по минимуму так удобнее. Прикольнее наносится. Дольше, конечно, но прикольнее. Так, вот такая штука. Как всё это дело теперь более красиво сделать? Нажимаем флаттерн, делаем побольше кисточку и уменьшаем именно детализацию. И вот так вот потихоньку смотрим что-то так, где-то что-то сглаживаем. Ну вот уже в таком духе получается. Давайте теперь наметим морду. Здесь выравнивают модель, это Shift, правая кнопка мыши. Ставим опять граф. Можно клей убрать и вот так вот массу уже наращивать. Опять же детализацию чуть-чуть поменьше. Ну и наметим вот эту нижнюю часть. Сейчас с этим будем работать. Смотрим, вот такое получается. Пока не хорошее. Намечаем нос. Слово, накидываем массу. Теперь берём клей и немножко дорабатываем вот эту челюсть нижнюю. Вот таким вот образом. Так, смотрим как она выглядит. Добавляем вот эти сразу намётки вот этой складки ожирения. Чуть-чуть здесь ещё снизу добавим. Всё это сейчас доработаем. Ну и что мы тут ещё имеем? Здесь имеем вот эту часть более-менее ровную. Вот так вот её можно уже докидать. Что ещё? Здесь нос. Сейчас мы всё это дело опять же пройдём флаттеном. Всё это дело преобразуем. Мау-мау выровним. Нос приплюснем. И немножко его округлим. Вот такая штука. Так, теперь немножко поработаем с подбородком. И получается вот так вот. Это нам маловато. Нужно теперь грабом всё это дело вытянуть. Вот так. На вот эту часть именно колёсико уменьшаем. Чуть-чуть приподнять вот так. И скулы немножко увести. На заднюю часть не смотрите. Это будет ещё подводиться, дорабатываться. Нам нужно именно общие черты вот этого вот сейчас персонажа придать. Добавляем скулы. Более округлые. Вот так вот. Вот таким образом. Здесь немножко тоже добавляем. А вот эту часть чуть-чуть сплю с ним. Вот так вот. Ну и выгладить немножко можно. Немножко кризом пройти, порезать. Это вот многовато. Ctrl-Z возвращает. И уменьшаем детализацию. Просто рисуем намётки. Здесь вот будет вот такая вот чёрная стука. Она заходит именно вот на эту часть. Просто пока намечаем. Доделывать уже будем именно в ZBrush. Так, здесь прорезаем рот. Вот так вот. Ну и вот эту часть тут можно чуть-чуть увести назад. Вот так вот. Поддать морду. Глазные впадины чуть-чуть увести ещё назад. Вот так вот. И здесь чуть-чуть приподнять. Вот таким образом. Так, теперь наметим сразу уши. Уже без клей. Так, уши где-то у него будут находиться вот тут. Набрасываем массу. Вот так на бока. Вот такой уже панда получается. И уши надо отвести чуть подаля. Выбираем вот так вот ухо. Кисточкой. Здесь можно побольше ещё сделать, чтобы закрепить вот эту площадь. Вот так. Здесь немножко выдавливаем. Вот так. И брови немножко уводим вот так вбок. Вот таким вот образом. Заднюю часть приподнимаем. И уши немножко вот так вот. Смотрим, что получилось. Ну вот намётка уже вроде неплохая. Теперь нужно именно кризом наметить нос. Вот так. Здесь будет нос. И наметим сейчас вот эти губы. Здесь округло делаем тоже его. Вот так. Ну, словом, рисуем. Вот вы видите, что он уже не соответствует. Нужно сейчас будет дорабатывать, докидывать материалом. Вот так вот теперь к порезанному докидываем. Чуть-чуть здесь вот так вот побольше наверх. Вот так сейчас всё это сплюзнем. И вот здесь вот идёт губа. И вот эту губу можно теперь немножко сгладить. Вот так вот. Сделать её мягче. Так, добавляем нижнюю вот эту губу. Смотрим ракурсов. Немножко нос. Вот это всё нужно приподнять. Вот так вот. Эту часть сделать чуть-чуть. Вот так. Мы поработаем теперь сверху. Так, вот эту часть нужно немножко пригладить. Потому что здесь будет веки. И она должна быть вот где-то вот такой вот. Так вот эта часть тоже. Ну вот так делаем. И добавим скулы. Включим клей опять же. И черешив всё это чуть-чуть выгладим. Здесь добавим вот эту складку. И подначертим немножко вот эти черепа. И вот эту вот дугу. Так, смотрим теперь. Чтобы потом в ZBrush Marocco не было. Делим здесь вот так вот. Разъединяем. И опять же флаттеном немножко вот так выглаживаем. И теперь драйвом. Вот такую вот складочку здесь делаем. Смотрим теперь на глаза. Немножко можно приподнять. И вот эту часть немножко посадить поглубже. И подбородок немножко усаживаем. А вот эту часть чуть-чуть вытягиваем вниз. Надо губу сделать вот эту поменьше. А подбородок чуть-чуть поглаже. Это опять же флаттеном. И на низкой детализации. Вот так вот. Здесь теперь проводим вот такую полосу. И отмечаем, намечаем, что здесь будет именно тонкая губа вот эта. Здесь теперь делаем вот такую складку. И вот так уводим в користь. Вот эту часть вот нужно теперь еще поднакидать. Вот здесь побольше. А это опять же граф и клей. Побольше кисточку. Вот так вот. Ну и все это мягко выглаживаем. Смотрим с разных ракурсов, что тут у нас получается. Ну и немножко уши. Ухи, ухи, ухи. Грабом вытягиваем, уменьшаем, вытягиваем, придаем им форму. Вы когда накидываете массу, вы видите, что можно вытягивать, и ломка не идет по сетке. Если вы накид не делаете, а вот от головы мешан будет вытянуть, вы видите, насколько тут мало полигонов, и начинается ломка. Так, теперь все это дело, когда вы будете выравнивать, сейчас я вам покажу это все дело, вы видите, что когда вы работаете именно с мешем, прибавляются полигоны. Если вы сейчас начнете где-то рисовать, и добавим, давайте, вот до максималки. Здесь вот немножко, чуть-чуть уменьшим тоже, и выровняем ухо. Вы видите, насколько растут полигоны. Ну вот, когда вот так вы делаете на максималке, красиво выглядит модель, четко. Если где-то вам не надо полигоны, вы там не трогаете, или можно уменьшить, вот это Reducal Selector, уменьшает полигоны, от верхних к меньшим, от больших к маленьким идут. Так, что тут еще, немножко ухо подкорректировать, вот так вот, сделать более красивым. Сзади уже округлено, вот именно окружность надо дать, и немножко углубить. Вот здесь вот можно сейчас впадину сделать, флаттеном. Вот так вот приставляете, и вот так немножко это все делая, потихоньку делаете углубление. Вот вы видите, как оно углубляется. Если сейчас поставить побольше, то вот вообще будет закруглять, выравнивать. Или вот можно драйвом и альтом. Ну здесь уже через shift. Вот так вот, вот такое стало прикольное ухо. Давайте немножко тут поднакидаем еще. Так, простите за голос, наверное, простыл немножко. Так, вот таким образом, без клей. Вот тут добавим. Вот тут добавим немножко массы. И shift выравним, вот так вот. Так. Вот тут вы видите, что задняя часть у него шире. Вот, вот эту часть можно сейчас прибавить. Так, отключаем в варфрейм. И жмем grab. Кисточку побольше. И вот эту часть, опять же, не забываем накидывать массу. Потому что будет ломка. Вот это единственные мелочи, которые вылазят именно в пункт риск. Программа не капризная. Очень проста именно в работе. Начинать с нее очень хорошо, если вы никогда не лепили. То советую вам именно с этой программы и начинать. Здесь вы поймете весь принцип. Вот на этих малых количествах. И вам уже потом в другой программе будет намного легче. Так, вот. Что еще делаем? Вот этот разрез обязателен. Вот этот вот. Вы видите, что переход, вот эта пухлость, где у вас вот висок. И вот так вот все это дело отмечается. Здесь тогда будет выглядеть красиво. Вот эти вот части. Вот так. Отделяется скула. Скулу можно еще побольше не жалеть. Уменьшить всегда можно, прибавить сложно. Ну и немножко вот эту часть, наверное, нужно оттянуть. Если кому-то интересно, как здесь работает маска, это опять же Control. И вот так вы ее вставите. Опять же, Control регулируется вот этим количеством интенсивности. Вот таким образом морду маскируем. Смотрим, чтобы все было и не потянуть лишнего. И теперь грабом можно вот так вот потихоньку где-то что-то вытянуть, расширить. Вот так вот. Control и, как и в ZBrush, тоже вот делает вот такую штуку. И вот так вот прибавляет. Опять же, Control и. И вот эту часть еще побольше. Вот эту. А эту чуть-чуть уже можно увести. И также выглаживать. Так вот здесь чуть-чуть можно пройти именно флаттеном. Платтеном. Вот так. И шифтом. И порезать немножко. Снимаем маску, Control. И левое окно по мыши введем по экрану. Вот так. Ну и последний штрих. Вот сюда еще поднакидать. И вот сюда вот добавить за ухом. Вот эту часть. Немножко ее флаттеном. Вот так вот. Срезать, сгладить. Мягко. И шифтом выглаживать. Смотрим наши полигоны. Вы видите, не настолько они большие, но вот уже симпатично. Так вот эту часть тоже можно флаттеном. Флатт собрать. Немножко здесь поуменьшить. А здесь чуть-чуть вот так вот отбить грань, что это именно складка. И округлить. Так, смотрим теперь на рот. Еще рот чуть-чуть доработаем. Можно побольше детализацию. И теперь поменьше детализацию. Рот мы потом будем резать. Он нам понадобится еще. Ну и последний штрих. Сгибаем немножко массы на нижнюю челюсть. Вот таким образом. Так, разбираемся с носом. Наверное, будет долгий ролик. Но надеюсь, вам он будет нужен. И вот так вот флаттеном немножко это все дело выравниваем. Теперь выбираем граф. Ставим play. И фишка в чем? Уменьшаем кисточку. И вот этот заворотик проходим вот так вот. Вот так. Здесь у него разрез. Здесь выбираем вот так. Вот таким вот образом. А вот этот разрез ставим в кисточку побольше. Так, детализацию побольше. И вот так вот четко надрезаем. Здесь тоже немножко отмечаем нос. Здесь сразу проходим, отмечаем уровень глаза. Где будет черная именно полоса. Вот так вот. И вот эту часть немножко оттягиваем, вот как тут на картинке. Вдаль. Вот так вот. Смотрим сверху. Немножко вытягиваем вот так. И вот эту часть чуть-чуть еще вперед. Вот так делаем, как бы квадратно. Так, что еще. И поднимаем выше. И немножко вот так вот делаем. Делаем. Выглаживаем теперь нос. И немножко подаем его вперед. Вот как тут. Вот так вот. Вот он скошен, вы видите. Так надо. А здесь вот чуть-чуть еще надуть. И глаза немножко вот так вот увести. Вот так смягчаем подбородок и немножко его, вот эти губы. Вот так расстягиваем. Так вот эти уши тоже, наверное, надо немножко выше поднять. И вот эту часть, наверное, еще повыше. Вот так вот. Вот так вот. И вот так вот сюда. Вот так вот. Продолжение следует... Так, ну а вот эти уже части можно в The Brush подровнять, там будет всё это дело, наверное, по-другому выглядеть и придётся её ещё подравнивать. Так, вот эти части ещё немножко приподнимем, чуть кверху. Ну вот уже панда, в принципе, готова. Единственное, что можно ещё вот эти части чуть-чуть надуть. Ну и в качестве эксперимента немножко вот эту часть сдвинуть. Вот сюда, вот так. О, вот теперь более она, наверное, чётко выглядит. Так, и вот эти тогда части, которые вылезли, артефакты. Ну вот такая вот болванка кунг-фу панды. Здесь ставим глаза, сделаем веки, отделим рот именно уже в The Brush, чтобы... Ставим зубы, посмотрим, какие у него зубы, чтобы потом можно было рот открывать, зубы тут были на месте. Также, чтобы здесь глаза закрывались, веки, и вот можно даже ролик разобрать именно по мимике. Так, вот здесь немножко ещё подкорректировать. И вот так вот. А вот эта часть уже, вот эта вот часть, она сядет уже, когда на плечи, она будет там уже корректироваться. Вон-то вот это. Всё, всем пока, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok